Только успевай дергать верёвки. Высота 4 300. Мы на стенке фиштейла. Это исторический момент. Редактор субтитров А.Семкин Всем привет! Добро пожаловать в Клуб любителей диких приключений. Этот фильм о небольшом, но захватывающем перелёте по полуострову Камчатка. Желание полетать на Камчатке родилось давно, сразу после того, как я увлёкся парапланами. Но реализовать задуманное получилось лишь спустя 20 лет. Дело в том, что я родился и вырос здесь, в стране гор и вулканов. Но разлётывать Камчатку я начал лишь в 2018 году. В этот приезд я сделал несколько интересных полётов. На вулкан Коряккая Сопка, на Голубые Озёра и Сопку Острое. Следующий приезд в 2021 году пролетел от Сопки Летнее Поперечное до Горы Морозное, не забыв заглянуть на уже разведанные Голубые Озёра и Сопку Острое, сделав приличный крюк. Также добавился пролёт вдоль Ганальского хребта. Но самым интересным и технически сложным оказался полёт от подножия вулкана Вилючинский в сторону города Елесово, вдоль речки Паратун. Почти во всех перечисленных местах я побывал ещё будучи школьником, благодаря нашему классному руководителю, приобщавшему нас к природе. Возник закономерный вопрос, что дальше? Летать здесь непросто. Камчатская погода капризная дама, обладающая сложным характером, обусловленным близостью Холодного океана с Восточной стороны и Охотским морем с Западом. Часто непредсказуемо. Если прогноз обещает даже 100% в кросс-кантри, не факт, что всё получится. 26 июня. Середина лета. Да, снега много. Хорошая маршрутная погода здесь – большая редкость. Восходящие потоки выражены слабо, высота полёта, как правило, небольшая. Другая напасть – заросли. Они повсюду. В случае приземления в удалённом диком месте трудности гарантированы. Но сначала нужно добраться до старта. Тут вариантов немного. Перепад около 500-1000 метров преодолевается по медвежьим тропам сквозь Камчатские джунгли за несколько часов. Личный рекорд – 6,5 часов. Склоны крутые или очень крутые? Нужно продраться через каменные берёзы, через заросли шаломайника высотой до 3 метров и борщевик. Затем через ольховник и кедровый слабик. После такого подъёма летать, возможно, уже не захочется. Комары – неотъемлемая часть вашего приключения. Спасти можно только на комарник. Когда все препятствия позади и вы на вершине, нужно внимательно выбрать место старта. Возможно, вы не решитесь стартовать в кратер вулкана, наполненный ядовитым газом и кислотным озером, с ограниченной сыпухи, заканчивающейся обрывом. Если вы приземлитесь не на ту сторону реки, возможно, придётся плыть в ледяной воде с сильным течением, либо несколько суток искать место переправы. Даже если вы планируете однодневный полёт, желательно иметь с собой снаряжение для ночлега и хороший запас продуктов. Субтитры создавал DimaTorzok Медведи повсюду. Нужно в любой момент быть готовым к встрече хозяинам Камчатки. По некоторым данным, на каждые 10 жителей приходится один медведь. Летать на Камчатке нужно очень и очень осторожно и желательно в группе надёжных товарищей. И только, если вы хорошо к этому подготовлены технически, физически и морально. Вопреки инстинкту самосохранения, мысли о многодневном перелёте не давали покоя ни днём, ни ночью. Я поделился своим безумным планом с напарником Серёгой. Недолго думая, он ответил «это нам подходит» и мы начали собираться в путь. Закупили сублиматы, проверили снаряжение, разработали два базовых маршрута, приобрели билеты. В качестве основного варианта мы рассматривали маршрут вдоль Ганальского хребта. Во-первых, из-за того, что хребет находится в глубине Камчатки и морской бриз на него не оказывает влияния, а характер погоды в этой части полуострова ближе к континентальному. Во-вторых, часть маршрута я уже разведал в прошлый приезд. Ганальский хребет тянется с юга на север вдоль полуострова, восточное и срединного Камчатского хребта. Между хребтами проходит единственная дорога до города Ключи и далее до Усть-Камчатской. И всё. Дальше дорог нет. Только на оленях. По статистике, самая хорошая маршрутная погода на Камчатке с середины июня до середины июля. День первый. Интригующий. 20 июня 2022 года мы поднялись на гору Зеркальца с перепадом высоты около 450 метров. Прогноз обещал несколько дней благоприятной погоды. Готовы к старту, мы наблюдаем за условиями, но погода пока не включилась. Ждём. Цена ошибки. Потерянный день. Слишком долго и тяжело подниматься. Дело к обеду. На небе креза. Плотное одеяло из перьевых облаков. Если так пойдёт дальше, мы никуда не улетим. Наконец-то на небе начинают появляться кучевые облака, и мы стартуем. Верхняя облачность всё ещё есть, но работать можно. Задача минимума на сегодня – горы. Немного повыше, переходящие в хребты. С нами в небе камчатский пилот Александр, который осуществил нашу заброску из Петропавловска-Камчатского к подножию горы. Проходит целая вечность, пока мы, помогая друг другу, добираемся до сегодняшней базы 1700 метров. Это примерно 900 метров над рельефом. Поблагодарив и попрощавшись с Александром, берём курс на север. Наш план был долететь до ближайшего рельефа, и у нас почти получилось, но немного не хватило высоты. Пришлось приземляться на маленький пятачок среди деревьев. Какое же наступило разочарование, когда, упаковав крылья в рюкзаке, мы увидели над собой небо свободной дымки, и повсюду тут и там идеальные кучевые облака. В любом случае, сейчас нам нужно подняться на склон, а дальше будет видно. Теряя последние силы, продираясь через плотный кустарник у подножия, мы поднялись по крутому склону на 400 метров. Было похоже, что сегодня мы уже никуда не полетим, и нужно искать место для ночлега. Здесь, на склоне, где мы уперли заросли кедрача, наклон составляет примерно 30 градусов, и ночевать невозможно. Я продрался сквозь кедровый сланик до какой-то тропы, нашёл на ней более-менее широкое горизонтальное место под палатку, но тут меня осенило. Эта тропа медвежья, а нога человека здесь не ступала. Вернувшись к Серёге, вижу, что появился ветерок, а значит, есть шанс протянуть до следующей вершины. Через несколько минут мы в воздухе. Крутой склон отлично генерировал динамический поток, но вскоре мы уже раскручивали хороший вечерний термик над вершиной. Набравшись достаточно для перехода к следующему гребню, мы устремились к нему. Под летая к горе, Серёга сообщает, что видит под собой медведицу с медвежонком. Что ж, сегодня нам придётся ночевать по соседству, сказал я, и мы приземлились на плоскую возвышенность с идеальным ком. Особо выбирать не приходилось. Рельеф закончился, погода закончилась. Хорошее место для ночёвки недалеко от озера Большой Сокач. Важно, что от озера есть лесная дорога, по которой можно выбраться к людям в случае непогоды. Но это не точно, и проверять не хочется. Когда ввязываешься в серьёзную авантюру, нужно понимать и принимать степень риска, иметь запасной план отступления и решения проблем. Мы не знали, есть ли сотовая связь по линии нашего маршрута. Никто сюда никогда не летал. Спутниковый трекер для нашего отслеживания и оповещения нам подключить не удалось, ввиду отсутствия поддержки в России. Надеяться можно было только на себя и товарищей. Даже безобидная ситуация, например, нелётная погода, способна доставить много хлопот, потому что выбраться из камчатской джунглей, как я уже говорил ранее, не так просто. Ну а думать о более серьёзных неприятностях даже не хочется. В общем, летим максимально надёжно. Радует то, что хоть запас воды с собой тащить не нужно. В горах полно снега. Сегодня нам остаётся восстанавливать силы, наслаждаться отличными видами и тишиной вдали от мертвой суеты. Небольшой костёр добавляет уюта и должен, по идее, отпукнуть незваных гостей. А ещё у нас есть интернет. До посёлка Сокач, где ближайшая антенна по прямой около 15 километров. Мы отправляем камчатским пилотам своё местоположение и загружаем свежий прогноз. Начало положено. Мы полностью довольны собой, что смогли преодолеть небольшой, но важный участок пути. День второй. Вдохновляющий. Утро следующего дня приносят новые приятные заботы. Нужно позавтракать, сложить лагерь, ещё раз скачать прогноз, подыскать место старта, наметить линию маршрута и так далее. Погода звенит. Слабый ветер и красивые облака позволяют нам надеяться, что сегодня движение продолжится. Старт выбран. Ждём подходящий момент и взлетаем. Но ракетой вверх подняться не получается. Похоже, что долина немного сырая и всё солнечное тепло уходит на нагрев воды, а не воздуха. Терпеливо, метр за метром набираем высоту. Хорошо, когда понимаешь друг друга с полспирали. Работа вдвоём сильно повышает эффективность обработки потока и увеличивает шансы на успех. Ильев по маршруту не выглядит простым. Вот так сходу не поймёшь, какую линию выбрать. Первый набор небольшой, порядка 500 метров над стартом. Летим по классике на ближайшую наветренную стенку и надеемся, что на другой стороне долины сюрпризов не будет. Погода разыгрывается, но облаков становится многовато, а кое-где уже совсем пазмотно. Кроме того, ветер меняется на восточный, а горы под этот ветер вырождаются. Это означает, что нам нужно искать место для посадки. Сегодня дальше лететь невозможно. Мы выгодно приземлились на высоте 1160 метров прямо напротив ганальских остряков, у подножия которых находится базовый лагерь альпинистов. Естественно, когда они там есть. Что ж, как говорится, главное не победа, а участие. Бросив вызов стихии, нужно понимать, что она гораздо сильнее нас. Так что отдыхаем, наслаждаемся красивыми видами и горячей пищей. И у нас снова интернет. День третий. Ударный. Интересно, что на биваке ты практически никогда не сидишь без дела. То готовишь еду, то заряжаешь приборы, раскладываешь, просушиваешь, складываешь, расставляешь, убираешь, собираешь, упаковываешь, распаковываешь. Бесконечный поток бил. Но нам нравятся эти ритуалы, и мы с удовольствием хлопочим по хозяйству. Погода радует. Завершив все обряды, мы взлетаем. Сегодня не пришлось высиживать поток, и мы уверенно набираем высоту и предвкушаем быстрое продвижение по маршруту. Однако, облака стремительно расплываются над горами, и вскоре на земле не остается ни одного солнечного пятна. Это Камчатка, детка. Но виды потрясающие. Высокие зубастые горы, кристально-прозрачные озера на льду окрашивают воду в голубой цвет. Такие краски можно увидеть только здесь. Ввиду прекращения термической активности, мы не в силах преодолеть очередной отрок и вынуждены искать место для посадки. Лучше приземлиться как можно выше на склон. Это сэкономит нам силы и выиграет время. Ведь еще не вечер, и можно продолжать движение. Прижимаемся к довольно крутому склону. Садимся. И без промедления выдвигаемся к возможному месту старта за перегибом отрога с наветренной стороны. Как идти? Не всегда понятно. Нужно еще, находясь в воздухе, наметить траекторию движения по незаросшим участкам. Иначе в зарослях кедрача можно застрять надолго. Но это все в теории. А на практике, когда рельеф сложный, а заросли занимают всю предоставленную площадь, выбрать правильную траекторию и проскочить по проблемным участкам – настоящее искусство. Но мы справились. И быстро преодолели подъем. И выбрали хорошую площадку для взлета. Погода, пока мы взбирались, снова наладилась. Но на старте, несмотря на красивые облака, не ощущается хорошая термическая активность. Но нужно пробовать день нерезиновый. Мы взлетаем, но вполне ожидаемо не встречаем хорошего набора и протягиваем до следующего перспективного триггера, стараясь сохранить высоту. К сожалению, крыло Сережи летит немного хуже, и он снова на земле. Мне же высоты хватает зацепиться и выпарить. Чуть выше дело идет веселее. У меня на приборе плюс 4. Но вижу, и Сережа сумел взлететь и уже догоняет. Я в нем не сомневался. Вторая половина дня неожиданно выстрелила, и мы смогли долететь до поселка Ганалы суммарно, за три дня преодолев 70 километров. Да, это смешно по гималайским меркам, но на Камчатке пройденное расстояние нужно оценивать минимум как 1 к 10. В этот же день был установлен рекорд высоты для данного места – 2829 метров над уровнем моря. Ганайский хребет буквально проплывал под нами. Мы ведь летели существенно выше самых высоких вершин. Виды были потрясающие. Единственными минусами были зверский холод на высоте и довольно плотный встречный ветер, да и турбулентность нас выбила из кельи. Зато, как приятно оказаться на Земле после четырех часов проведенной к небе и утомительного восхождения. Мы зато пленделись на 1350. Чтобы жизнь медом не казалась, нас сразу атаковали полчища комаров. В чем же кайф, спросите вы? И это будет хороший вопрос. Ответ очевиден. Кайф во всем – в движении, в черде событий и соответствующих им эмоциях, сложностях, преодолениях, когда все наконец-то получается или не получается. Как повезет. Кайф, когда наломавшись, ты заползаешь в палатку, где нет назойливых москитов, готовишь ужин, вспоминаешь прожитый день и планируешь следующий. А после вечернего чая в теплом спальнике слушаешь хорошую музыку или смотришь любимое кино. И все это на добытом из солнца электричестве. День четвертый – выходной. Слишком сильный ветер. Лететь опасно. Отдыхаем, набираемся сил. Наша палатка стоит прямо на старте, на фоне красивого снежного цирка. И это всегда приятно. Когда не нужно менять дислокацию, расправил крылья и лети. День пятый – возвращение. Мы понимали, что несколько хороших летных дней подряд это настоящий подарок для Камчатки. Поэтому, учитывая все сложности на маршруте, то, как мы продвигаемся, напрашиваются два варианта. Либо мы летим на максимальное расстояние и в финале выбираемся на трассу, либо пытаемся вернуться. У нас полностью автономный перелет, и мы нигде не можем пополнить запасы продовольствия. Направление ветра определяет наш дальнейший план. Летим назад. Дрифовать по ветру всегда приятнее и эффективнее, чем бороться с ним. Погода шепчет. Взлетает. И сразу наблюдаем, как по снежному языку в сторону нас поднимается медведица с двумя медвежатами. Нас они услышать и учуять не могли, так как направление ветра было от них к нам. Увидев нас, мишки бросились на утек. Причем на пятой точке вниз по крутому склону. Как мы поняли потом из других эпизодов, у них это домашняя заготовка. Таким образом медведи, особенно взрослые, сильно упрощают себе спуск и берегут силы. Проводив медвежье семейство взглядом, мы принялись за свое. База не такая большая, как накануне, но выше гребня. Долго ли, коротко ли на горизонте показались ганальские остряки. Возможность пролететь рядом с ними – давняя мечта. Летится легко, по классике, никаких неожиданностей, погода хорошая, переразвитие не видно, а значит, у нас есть шанс пролететь всю нашу дистанцию за один день. Конечно, если мы не ошибемся. Один волнительный момент все же был, даже два, но мы со всем справились и смогли вернуться почти в начальную точку. Но так как у нас возник план, как красиво завершить перелет, сделали переход к следующей горной системе. Но здесь мы встретились с сильным ветром. Нам удалось перемахнуть широкую долину и разведать первый отрок, но ветер был настолько силен, что лететь на ночлег в горы мы не рискнули и произвели посадку к подножию перспективного склона. Итог дня – почти 80 километров от личного перелета. День шестой, заключительный. Итак, сегодня мы планируем завершить текущий перелет, но не приключение. А план такой – пролететь около 30 километров до поселка Раздольный, добраться до горящих источников под названием Дикие Озерки. Покупаться, погреться, отъесться, а дальше будет видно. Раньше я уже летал над этим горным массивом от горы Летняя поперечная через Глиняную до горы Морозная. Маршрут знакомый, главное, чтобы погода не подвела. Совершив необходимый утренний обряд, мы поднялись на старт. Ветер не сильный, но подходят порывы, значит в небе будет неспокойно. Так и есть, немного турбулентно. Ждем поток и, выкрутив его, отправляемся в горную массиву. Цепляемся за него и дальше, как по рельсам, движемся к горе Глиняная. От Глиняной вывалимся из гор в широкую долину и берем курс на поселок Раздольный. Нам нужно пролететь над дорогой, быстрой глубокой речкой Авача и найти место для посадки. На подходе к Раздольному мы упираемся в бриз Авачинской бухты, который не позволяет нам дотянуть до хороших полей. И мы приземляемся на школьный стадион в Раздольный. Конечно, если бы не Глиссада самолетов, то мы бы постарались и приземлились в бассейн с горячей водой. Но на Глиссаду нельзя. Вот и окончилось наше воздушное приключение. Таким счастливым Серегу я никогда не видел. Живые и здоровые, с чувством выполнено долго, мы отправились в ближайший магазин за продуктами, чтобы следующие три дня провести от Макай в персональном бассейне с горячей термальной водой на фоне камчатских вулканов и строя планы, куда лететь дальше. Но это будет уже совсем другая история. Сережа, поставь на единичку. Прикрути фитилек. Вот, хорошо. Молодец. Ну что, ушица готова уже? Да. Давай. Пора выключать. Выключай. Вот такая красотища. О, Вилючек уже там в облаках. И я уже в облаках. Так, куда лететь-то? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон»